итак перейдем сразу к делу значит нам нужно орешка вот все которые вы здесь видите все по 100 грамм значит здесь у меня кешью грецкий орех миндаль фундук тыквенные семечки фисташки этого всего по 100 грамм дальше овсяные хлопья здесь у меня 50 грамм я взяла мало потому что но их слишком много когда батончики получаются более такие сухие чтобы этого не было я взяла его поменьше значит здесь 50 грамм финики 100 грамм меда у меня здесь 1 200 граммовый стакан где-то 200 миллилитров и меньше половины чайной ложки соли соль для того чтобы усилить вкус вот орешков так слишком крупные значит и орехи я слегка измельчу но не сильно знать если грецкий орех пополам и вот еще раз пополам так чтобы их их чувствовалось во рту дальше кешью просто пополам я люблю покрупнее и миндаль пополам фундук тоже пополам но можно еще вот так вот не буду сильно их как бы уменьшать я думаю пополам хватает вот остальное конечно не буду трогать здесь фисташки так маленькие тыквенные семечки тоже финики что я с ними делаю многие замачивают и превращают их в кашу я этого не буду делать в сухом виде их легче очищать посмотрите если вот кожа грубая можно просто кожу снять вот так вот я сниму эту кожицу все и остается дальше просто сделать небольшой надрез и достать вот эти косточки теперь просто мелко их нарежу покажу вам на одной вот так вот мелко нарежу не обязательно в кашу его превращать вот такие чтоб кусочки чувствовались во рту как бы вместе с орехами будет наравне и итак весь процесс очищения не буду вам показывать чтоб сильно длинный ролик не делать они легко снимаются на самом деле вот так вот они и так прилипает так есть еще и кашу превращается посмотрите они живут липкие слишком начнемся обжаривать для начала обжариваем овсяные хлопья обжариваем слегка такого золотистого цвета по запаху уже можно понять что она обжарилась ну приблизительно где-то две-три минуты не больше теперь мы ее измельчаем блендере до состояния муки измельчили откладываем в сторону теперь обжариваем орехи вот показываю как я их измельчила такие вот крупные кусочки кешью пополам миндаль тоже пополам и так фисташки и тыквенные семечки все обжариваем хорошенечко и так слышите звук орешков это значит что наши орешки начали обжариваться я люблю когда они хорошо обжаренные то есть не слабо жареные так у меня вкус такой более насыщенный лучше покупать сырыми и самим обжаривать так вкус получается более свежий такой чем покупать уже жареные орехи обжарились я делаю вот так вот где-то если шелуха сошла возвращаем сковородку на место сюда финики положили финики не возвращаем орехи туда же соль сюда же овсяные хлопья пока все горячее добавляем мед нам нужно мед нагреть чтобы он попал везде чтобы все было однородно выключаем плиту чтобы мед сильно не нагревался чтобы не потерял полезные свойства свои так слегка нагреть чтобы он стал более жидким чтобы все слепилась у нас друг с другом все хорошенько перемешиваем еще раз повторюсь что плиту я выключила пока сковорода горячие орехи горячие мед расплавился так нам надо перемешать до тех пор чтобы финики тоже как бы везде распределились не остались не остались кучей в одном месте дальше берем форму любую у меня такого тренингольный я положила туда пергаментной бумаги и вот так вот все сюда массу эту нужно хорошенько спрессовать и чтобы орешки друг с другом слепились еще раз мочу выглядит уже красиво смотрите выглядит уже красиво ставлю в холодильник но сейчас остынет пока здесь горячим нельзя в холодильник ставить сейчас остынет положу холодильник на час потом нарежу покажу вам и так прошло у нас 40 минут нет необходимости ждать сейчас уже все застыло сейчас нам надо нарезать нам надо достать из формы вот как она застыла очень красиво теперь надо смочить нож смочили нож и нарезаем я буду нарезать линейкой чтобы они все были одинаковые можно и без него конечно смочили нож и нарезаем я буду нарезать линейкой чтобы они все были одинаковые можно и без него для спортсменов после спорта кто как бы на диете достаточно съесть вот один вот такой батончик и больше ничего не надо кушать можно насытиться и полезно особенно для подростков покажу как выглядит внутри он какая красота на самом деле не смотрите что вот она тяжело режется сейчас вот жалко их ломать крайне возьму на самом деле кажется что они такие твердые но нет они вот их абсолютно не твердые вот так вот подальше друг от друга поставить и снова в холодильник как с собой брать показываю как случае с казинаки берем пищевую пленку вот так вот так они во-первых друг с другом не будут слепляться и в сумке ой и сумки с собой можно вести легко вот просто как конфету завернули вот так вот просто сложили арахис тут абсолютно лишний сразу скажу арахис перебивает весь вкус насчет овсяных хлопья кто хочет может добавить и 100 грамм но я вот считаю что они вот пересушивают если много добавлять пересушивают батончики так они вот какие-то более такие сочные вот насчет меда мед у меня липовый был что еще сюда хотела сказать ну еще есть варианты батончиков в следующий раз сделаю покажу вам тоже полезные такие батончики так насчет фиников хочу сказать еще вот сюда конкретно из сухофруктов достаточно только финики попробуйте вот такой вариант вам очень понравится здесь уже другие сухофрукты будут лишними точно я не замачивала финики то есть они у меня и так кожа сходила я вот кожицу очистила если у вас очень плотная кожица и вы не можете ее просто руками очистить замочите ее где-то на полчаса достаточно замачивать в прохладной воде не в кипятке в кипятке она будет слишком мягкая ее уже тяжело будет очистить и уже нужно будет вам только вот в кашу превратить в блендере только так если хотите чтобы немножко такие кусочки чувствовались во рту то лучше его просто холодной воде замочить и очистить вот эту кожицу и мелко нарезать этого достаточно бывает вот так вот ну у меня все надеюсь вам все понравилось подписывайтесь ставьте лайки пока пока